Я Карл, Карла Стана. Пару месяцев назад я взглянул в один ресторанчик на улице Л, чтобы поработать на диссертации. Пироги у них просто отменные. Я взглянул, когда человек сидишь напротив меня, вдруг выглянул. Пироги, здесь полное дерьмо. Блевотина с воском. Видишь, что в ресторане есть и другие, просто и столики я задал вопрос. Прошу прощения, мне кажется, с вами не знакомы. Я могу вам что-то помочь. А, и другой вариант. Послушайте, столик занят. Найдите себе другой. Хорошо. Итак, господа, вот так неожиданно, вот так прямо к ходу, начинается игрушка SCP Secret Files. Я уже довольно давно ее пометил в списке желаемого в стиме. Стоит она под 400 рублей, там 300 с чем-то. Я сейчас говорю, я не помню, за что она меня запала, но на списке желаемого меня в стиму повестил, что вот она вышла и я ее купил установил. Начинает сландарт вот так вот с ходу. Это не демка, это уже прямо игра. Так. Слушай, найдите себе другой, который занят, иди отсюда нафиг вообще. Проигнорировав мой вопрос, мужчина продолжил говорить сам с собой. А я его не спрашивал, кстати. Ну смотри, дело такое, скоро выпускаешься, тебе нужна работа, верно? Только работа как раз для тебя, мужчина сделал паузу, защитно добавил. Очень загадочная работа. Загадочная и унизительная. А, удивительная. Интересно, я скажу, что мне нафиг все это не надо, он как прореагирует? Не отказываюсь так сразу. Затем он притомил мне визитку. Визитная карточка была черной с обеих сторон. На одной стороне было напечатано три четко разноченной буквы SCP. Карл Астана, нажмите, чтобы открыть конверт. Хорошо. Уважаемый Карл Астана, поздравляем с вступлением в фонд SCP. Фонд высоко ценит ваше знание и опыт. Мы уверены, что искали именно вас. Вы займете должность помощника архивариуса в архивном отделе группы 3. Вашим начальником будет Чак Ауэр. Обратитесь в службу безопасности сектора Сигма. Такого числа. А у вас столько-то времени, чтобы забрать свою карточку сотрудника. С надеждой на полотворное сотрудничество. Отдел кадров зоны 105. Фонд SCP. Обезопасить. Удержать. Сохранить. Я еле успел врубить захват экрана вообще. Ну, а вообще как-то меню, там еще чего-то. Сразу игра с ходу. Бабах. И она что-то вам не знает, потому что она сказала, надените наушники. А у меня звук череда наушники идет. Мерзкий звук. В самом возрождении цивилизации мир был полон неведомого. Из-за этого человечество никогда по-настоящему не жило в мире безопасности. Блин, я читаю, поэтому вы туда коситесь. Я имею в виду интересных вещей приезжаю. Однако, как бы ни были разные технологии, как бы ни были веки, были наши научные порывы. Там реально интересные вещи происходят в этих контейнерах. Всегда будут аномалии, которые невозможно объяснить. Мы не знаем, откуда и с какой целью они появляются. Эти вопросы преследуют человечество и влияют на нашу повседневную жизнь. Именно поэтому основали фонд SCP. Организацию, занимающуюся содержанием аномальных предметов, существ и явлений. Я некоторые вот эти картинки, которые там прыгают в контейнерах, узнаю. Я из SCP это читал сайт. Фонд SCP стремится поддерживать нормальное состояние мира, в котором люди могли бы жить без страха. Ой, какое. Пока обычно людям светит солнце, мы должны бороться с аномалиями в тени. Мы не должны допустить, чтобы общественность узнала о них. Стильно сделали, молодцы. Пусть люди живут в обыденном мире, где все понятно и объяснимо. А наша задача обезопасить, удержать, сохранить. Ну это название компании, которая сделала игру. Вот здесь SCP-шный сайт, где вот все эти проэкспонаты можно почитать. Я долгое время просто на сайте открывал и читал подряд. Не все интересные. Насколько-то довольно до хрена я прочитал. Ну не одну сотню прочитал. Там типа комьюнити же их придумывается. А модераторы следят, чтобы прямо откровенную фигню на сайт не клали. Некоторые прямо находка. Я потом даже в настолк некоторые идеи использовал. А, все, я приехал? Ладно. А, тут есть настройки. А, все есть. Так, русский, да. Чувствительные мыши, да. Синхронизация включена. Размытие и в МГСМД. Высокое, ультра. Ультра. Я только размытие не буду ставить. Высокое, ультра. Хорошо. Звук. Звук среднего. Высокое, ультра. Так, эффектов. А что, музыки нету, да? Я все приглушу немножко. Да, эффект немножко приглушу. Фон приглушу. Так. А, окай. Ну, текстурки на уровне. Пятьдесят девять вечера. А что в пятьдесят девять вечера произойдет? С вылезательным знаком. Нет? А что-то объяснить можно? Настройки графика и звук. А, забавно. Вообще они лежат просто так. Ну ладно. Войдите в комнату 914. Блин. Шаги, конечно. Ну ладно. Будем решать для атмосферности. Повторяется. Хотя вот фотографию в центре что-то я там с того стенда не запомнил, но мне кажется повторяется. Двери железобетонные. Они разные. Забавно. Купи батон. На русском. Ну остальное просто такая мазня, да? Только про пятницу читаем и про купи батон. Ну ладно. Вот такую бы книжку посмотреть. Кстати, на зоне что-то из типичное вышла книжка какая-то с иллюстрациями. Красивая, с артом. Они котских денег за нее хотят, но кто интересуется посмотрите. Я что-то такое видел. То есть прям для фанатов там достаточно красивый арт. А я отсюда буду смотреть? Ну ладно. Уполняется запуск. Подождите. Стильно сделано. Реально прям стильно. Вы получите доступ за секретным и совершенным секретным архивным файлом. Вы утвердите, что вы ознакомились со всеми положениями как инициальности и соглашаетесь с ним костями соблюдать все правила и инструкции фонда SCP. Ок. Добро пожаловать. Позвольте представить вам офисное программное обеспечение используемое в архивном отделе. Давайте. Каждый день ваш начальник будет назначать вам задание через модульс задания. Когда появится новое задание, вы увидите, как кнопка мигает красно. Друзья у меня пока мигает. А задание где? Эээээ... Нет заданий. Ну ладно. Само помню для персонала. Коммуникация. Внутри зоны происходит преимущественно посредством системы мгновенных сообщений, в которых информация передается с шифрованием уровня 2. Обращайте внимание на мигающий красный напоминание, присматривайте их как можно скорее. Обучение является эффективным способом обмена информацией в рамках фонда. Новые сотрудники должны пройти обучение, прежде чем они смогут приступить к работе. На этом сайте представлена открытая информация о всех зонах по всему мира. Вы можете ознакомиться с информацией в любое время. На этом мы завершаем вводную часть. Желаем вам успехов в работе. Как прошла миссия, агент? Собрали информацию по SCP-1299. А что здесь проблем? На этот раз пронесло. Хорошо, что я умею плавать. Хорошо, что Чак меня туда не послал. Ага, похоже, я еще и простудился. Всем доброе утро. Доброе утро. Утро. Кстати говоря, у нас в группе вполне. Карл, может представишься? Всем здравствуйте, здоровый народ утро. Доброе. А у меня одна же чё-то. Меня зовут Карл Астан, но для вас просто Карл. Я окончил Массачусетский технологический институт. Подумал специальностью биологии и философии. Добро пожаловать. Массачусетский технологический. О, вот это бластью Женя. Похоже, им ты не популярен. Мне показалось ли ты меня завидуешь. Там, да, закончившие более продвинутые. Ну, у них Массачусетский считается таким, чем-то типа техникума. Ну, это среди тех, кто наукой прям занимается. Так, правила словесного сохранения строго запрещены. Нарушителем будет венодоза амнезиака. Контакт с объектом SCP-999 у рабочей часы строго воспрещен. Ну, прям хоть бери и лезь на сайт, смотри, что это такое. Пароль обмена документами. Время посещения SCP-340 изменено на 14.0 ежедневно. Блин, ну, это прям такое, прям интересное. Дайте-ка слазью, да посмотрю. Надеюсь, игра будет не против. Или против будет. Итак, вот оно. SCP-999, щекоточный монстр. SCP-999 позволяет свободно бродить по территории комплекса, если она того пожелает. В остальных случаях необходимо держать его внутри загонщика, особенно во время тихого часа, из 8 до 9 вечера, или во время блокировки всезонной ради безопасности вещества. SCP-999 выглядит как большое аморфное судинистое масло, прозрачное оранжевое слизи, вещееся приблизительно 54 килограмма и обладающее вязкостью, как у арахисового масла. Размеры формы постоянно изменяются, хотя в состоянии покоя оно имеет форму приплюснутой полусферы шириной 2 метра, высотой 1. Покрытка мембранок окруженных клеток. Химический состав вещества, из которого состоит SCP-999, неизвестен, так как в нем легко могут перевариваться органические соединения. Характер можно описать как игривый, я все подряд читать не буду. Пристановление к поверхности SCP-999 немедленно вызывает эйфорию. Ага, вот оно что. Больше всего оно любит устраивать щекоточную борьбу, полностью обволакивая человека от шеи до самых пяток, щекочая его, пока ему будет приказано остановиться, хотя он не всегда выполняется приказ. При этом возможно в случае травматизма. Он никогда не старается причинить людям боль предумышленно. SCP-999 здесь запрещено давать любые газированные пиксы с содержанием кофеина. На прошлой неделе кто-то напоил его колы во время утреннего кормления. После этого оно полчаса изображало мячик-попрыгунчик, а потом целый день страдало от похмелья, вызыванного углекислым газом. Не могло ни есть, ни двигаться. Ну хорошо. Так. Какое там еще SCP было? 343. Давайте посмотрим. Интересно, чёрт возьми. Так. Экран иди сюда. Так, наверное, да. Блин, далеко двигать. И таких списков там на тысячу тут довольно много. А. Как бы там? 343 было, да? 343. Бог. Безопасный. Проживая в комнате размером к таким-то, в зоне минимальной безопасности. Ему следует приносить любые запрошенные предметы. Каждый день удалось посещать хотя бы один член персонала. Угу. Гуманоид, мужчина, на вид не принадлежащий ни к одной расе. Очевидно, всемогущий. Был найден во время прогулки по улицам Праги и задержан после того, как сотрудник увидел, как он исчез с мостовой и появился на крыше здания. Он остается в комнате добровольно, поскольку насильное удержание оказалось невозможным. Следующий персонал зовет Богом, выглядит как пожилой человек, хотя его черты лица кажутся различными для развитых наблюдателей. Когда я первый раз заговорил с ним, он прямо сказал, что он создатель вселенной. Когда я попросил его доказательства, он рассмирялся, прошел сквозь стену комнаты и вернулся через несколько секунд с гамбургером в руке. Когда я пришел в следующий раз, прежде пустая комната была обставлена в первоклассном, староанглийском стиле, даже с горящим в камине дровами. И казалось во много раз больше, чем снаружи. Он очень любит общаться с людьми, кажется, имеет знания во всех областях. Многие стали посещать ежедневно. Хм, попытки запретить посещение персонала ниже третьего уровня допуска потерпели неудачу, поскольку охранники назначены наблюдать за его комнатой. Покидали свой пост, говоря, вы же знаете, он любит компанию. Или пожимали плечами, когда их спрашивали. Да, вот такая вот штука. Сещение изменено, хорошо. Так, мне показалось, ли ты меня завидуешь. Хватит гелать. Фонд специально ищет таких престижных выпускников, чтобы отправить их всех в архив. Карл, не слушай, вон чушь несет. Вы что, забыли про Джонатана? Что за Джонатан? Джонатан окончил Гарвард, или Стэнфорд, или типа того. Неважно, вы все плюс-минус одинаковые. Народ вчера смотрели Рик и Морти. Вы, престижные выпускники, все такие, думаете, что ослепите всех своих блестящих академических квалификаций. Сами же нарываетесь. Трагедия, с которой он страхнулся, была неизбежна. Трагедия, да ты шутишь. Джонатан потерял левую руку, потому что нарушил протокол и коснулся SCP-247. Сейчас надо посмотреть. Два дня назад ему ввели Адмезиак, отправили домой. Рик, она слишком много знает. Точнее не хочу его вспоминать. Я до сих пор не могу есть стейк с кровью. Если на меня подозревать, что он был бывшим сотрудником SCP, прикол. Стюарт, никто не хочет говорить об этих скучных детских мультиках. Ясно? Это был просто несчастный случай. Несчастный случай? Кому какое дело? Он был просто престижным выпускником с НГСом потребления выше, чем у персонала класса D. В главном счете поменяю архивный отдел на отдел отпущения. Рик и Морти не детский мультик. Гент, кажется, напугал Карла. Хотите сегодня совершить нечто значимое, тогда сделайте мне одолжение, просто заткнитесь. Пока работайте в архивном отделе, мне нужно, чтобы быстро изучить свою работу. Они чесали везде языками, как из отдела логистики. Зои. Документ для Зои, видимо. В этих архивах не окончена миссия, нам нужно кое-что по ним доработать. Ясно? Гент. Отдохи немного, когда закончишь этот проект. Хорошо? Не загоняй себя. Ясно? Стюарт. Задание раздают. Ясно, босс. Ладно, это все. Архив класса нужно сдать до конца дня. Так, дайте мотану, посмотрю, что он там руками потрогал. Персонал класса D, кстати, это расходный материал. А что делает вот этот объект? Отдай к нему персонал класса D, посмотри, что он с ним сделает. То есть это вообще прям хуже, чем рабы. Так, 247. Ага. 247. Безобидный котенок. Интересно. Класс объекта Евклида. Тоже небезопасно. Содержится в вольере размером не менее чем 20 на 40 метров, оборудованным согласно плану предоставленным удаленным зоопарком, покрытым снаружи SCP-148. Ну, не буду смотреть. И находящийся на состоянии менее 50 метров, чтобы предотвратить нежелательное психическое воздействие. В качестве рациона выделяется 18 килограмм свежего мяса в расчете на 3 недели. А, ну это не так много. Кормление происходит в отдельном вольере. Убросчики должны заходить в вольер только во время кормления, он вновь запрещен. Понятно. В случае нарушения условий содержания крыла здания должно быть полностью эвакуировано, а все записи инцидента должны повернуться строгой цензуре. Область, в которой находится объект, должна быть загерметизирована и заполнена газом, после чего объект следует вернуть на место содержания. Если по какой-либо причине сделать это будет невозможно, на место происшествия будет выслана поисковая группа, вооруженная винтовками с транквилизатором. Требования к агентам поиска. Высохоразвитый рефлекс, отличный метод с беспрекословным подчинением и низкий уровень эмпатии. Объект – это менгарский тигр, который при любом наблюдении предстает в виде безобидной кошки, с рисунком на шкуре в виде рыжих и черных полосок, иначе аналогичная краска тигра. Удаленное наблюдение и сфотографирование также подвержено эффекту этой иллюзии, хотя не известно, запечатлен ли соответствующий образ носителя или причина воздействия оказываемого наблюдателя. Ну, короче, понятно, он на вид котенок, а так тигра, короче, всех жрет. Нормально. Поехали дальше. Так, в чем звучит сейчас моя работа, директор АВР? Напросился, да? Задача архивного отдела – просматривать, упорядочивать, каталогизировать и модифицировать все существующие архивы содержания. Ну, не торопись, парень. Прежде чем сможешь официально приступить к работе в фонде, тебе необходимо пройти обучение для новых сотрудников. Тебе на почту придет автоматическое уведомление о собеседовании. Хорошо, директор АВР. Ааа, ладно, и директор АВР. Для меня большая честь работать здесь в архивном отделе. Ну, не надо так прям подлизываться-то. Парень, это место не то, чем кажется. Если хочешь научиться здесь выживать, забудь обо всем, что знал раньше. Начни с чистого листа. Никто с тобой сюкаться не будет, ты сам должен показать, на что способен. Понял, директор АВР. На этот раз новичков будет обучать доктор Хэм. Тебе хана, Карл. Захвати пакетик на случай, если затошнит. Да он тебя подкалывает. Доктор Хэм – это один из самых компетентных специалистов фонда по содержанию. Народ вам что заняться ничем живы, пошли. Запомни, Карл. Не теряй рассудка и чувство страха. Курс скоро начнется. Присоединись к лекции в системе обучения. Давай. Текущий курс. Первая лекция. Давай пойдем. Вообще как игра странно. Очень странная игра. И где-то сохраняться непонятно. И чё? А, это вот такая тренировка. Джейсон Картер приговорен к смертной казни. В обмен на помилование, он согласится работать на фонд SCP в течение 30 дней. Что ж такое громкое-то? После этого Джейсон станет свободным человеком. Он будет свободным человеком. Джейсон Картер. Теперь его новое имя. D-503. Ну и опять, персонал D это расходный материал. Нет, не дотянет он. День первый. Ну я ничего не понял. Ну ладно. Ну хватит руки-то разгадывать. Ну тут это не фиговая текстура, это стилизация немножко. Ну ладно. А чё сделать-то надо? Ну я ничего не понял. Д-503 не выдали никаких четких инструкций по заданию. А я походу уже на объекте. Он должен определиться сам. Собрать мусор. 100 кило. Стильненько. Что, неплохо сделана игра? Смотрите, а я на машине могу поехать? Я, кстати, значок выбрал машину. Но у меня вариантов не было, кстати. У меня никакие кнопки не активны. Ну чё, тест на интеллект я сдал. Я не пошёл пешком. Считаю конец из-под бензина. 100 пудов я по какому-то объекту шарухаюсь. Это не улица нифига. То есть, кто не знает, там есть объекты просто детонических размеров. Что-то подобное можете увидеть, если посмотрите сериал «Хранилище». Весьма похоже. Синедорожное ограждение. Хорошо. 60 кило. Интересно, а как я потом лифт найду? Труба с вентилем. И тигму с разжигательной пищей. А куда? Сзади, да. Понял. Это странно. Только что пищи, кстати, не было. Я думаю, за него потом заехать надо, да? Буксовик. Сноураннер. А, вот так. Ну ладно. Да, выгружайте как. Опустите рычаг, чтобы отверлить сжигание. Я собрал больше. Если что. Трубу сжигать, да, интересно. Это новое что-то. Тут позабечу, все объекты были металлические. Сейчас сжигать, м? Это первый рабочий день D-503. Ставился в протокол. SCP-D-503 должен пройти психологическую экспертизу. Без вариантов выбора. Проверите психиатрический тест уровня 2 для проверки текущего психического состояния. Поместите левый фрагмент изображения в область сзади, чтобы запомнить весь квадрат. Чего? 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 Ага, я понял. Идентифицировано верно. Продолжайте. Так. Ну я буду верить, что это все равно сюда. Хотя может быть как там вверх оно. А крутить я не могу. Да, так у меня в 2 высотой ничего нет. Ага. Ну я бы сказал вот так. Я гениален. Закрыть время. Код. Ну 4. Ну сегодня работа закончена. Система рассчитает время контракта. Мне 30 дней так провести предстоит. Нажмите. Пожрать, да? Здорово. Бургер. Ну вы добрые. Полученное затяжение все равно вкусно. А до этого там был выход. Это первый день сбора данных аумфин в состоянии D503. Вам наверное интересно, за какую работу можно выпустить смертника на свободу? Добрый день. Всем добрый день. Я доктор Рэймонд Хэм из зоны 83. Добро пожаловать на обучающую конференцию. Сегодня я расскажу вам о одном небольшом проекте, на котором работаю. Он называется SCP-7457. Блин, как тебя ползнуть? А вот так. Вот так. А вот как тебя сохранить? А он сам, наверное, сохраняется. А есть SCP-7457? Мне интересно. Так. Экран тоже включен, чтобы вы тоже видели. Архивы, архивы, архивы. Архив объектов. А тут поиска-то нету. Да, да. Поиска нету. Интересно. Так. Экс. Экс-так. Экс-джей. Не найду, скорее всего. Ну ладно. Не, можешь подогуглить. 7457 вроде, да, было? Так, вики недоступны, ну ладно, всё, не судьба, значит. Пустыня, которую вы только что видели, и есть, SCP-7457. D-503 доброволец, который согласился помочь нам исследовать эту пустыню. До начала работы фонда SCP-7457 в этом районе пропали без вести 329 человек. Нормально. В качестве меры предосторожности мы объявили режим изоляции, чтобы выяснить причину этих изновидений. Поскольку все вы недавно работали в фонде, вам будет полезно узнать о SCP-7457 подробнее, я расскажу, как она работает. Прежде чем мы начнем, есть ли вот вопрос. Есть, да? Доктор Хэм, я Уилл Бартон, 3-я особая от зоны 86. Приветствую, Уилл. Да приходится, я думал, что кое-что узнаю о фонде. Я слышал про аномалии, но только про человеческие, и я и подумать не мог, что SCP-7457 это пустыня. Как это понимать? Хороший вопрос, Уилл. Все необъяснимые явления, за которые мы наблюдаем, называются аномалии. К ним относятся люди места, предметы и явления, выходящие за пределы нашего понимания. Работа фонда состоит в том, чтобы изолиливать аномалии, если не сильнее, скажу так, от контакта с ними. Итак, следующий вопрос. Здравствуйте, доктор. Я Хэм, я Марк Хэм, я Марк Харрис, стажер-исследователь, телезон такой, там, на видео мы увидели, как D-503 собирает пустыни мусора. И зачем он это делает? И какое отношение это имеет к аномалиям? Ладно, Марк, пока могу сказать одно. Все, что вы увидели, является частью SCP-7457. Некоторые аномалии SCP тяжело понесут. Просто помните, что у нее или у них есть собственные правила. Пожалуйста, к концу видео вы поймете, что я имею в виду. Ладно, идем дальше. День восьмой. Первая неделя прошла нормально, но на восьмой день произошло какое-что интересное. Там, что, снова грузовик. Я, наверное, сюжет до конца пройду. Кричать уже не раз гадывает. День восьмой. Давайте посмотрим. Собрать мусор. Слушай, графуни смешной такой стильный. Такой комиксовый какой-то, да? Мультяшный. Ну прям смотрится. Да, блин, собирай ты. Поверху бочки покрыта ржавчиной, жидкость внутри очень едкая. Её не стали утилизировать по всем правилам, просто выбросили в пустыню. Да кто выбросил это? Объект. Объект. Кто выбросил, это вообще может не в нашем мире существует. Физика, конечно, хромает у машинки, но тут это не важно. Давай, беги. Да беги ты. Радиатор какой-то. Не, не похож. Как прибор. Словно кондиционер. Ржавый кондиционер. Из-за глобального потепления современные люди не могут уводиться без кондиционера. Однако фреон внутри кондиционеров косвенно способствует глобальному потеплению. Гнусное вранье. Придуманная... Блин, не помню компанию. Французская какая-то. Дамблопон. А, Дюпон. Дюпон придумал, потому что у них скопилось большое количество аэрозолей без фреонов. Надо было как-то продавать, чтобы они были дороже. Поэтому вылезла на свет божий байка про озоновые дыры. Ммм. Интересно. Провадочки-то втянулись в песок. Катушка толстого черного кабеля. Намотка такая тугая, что с самой катушки почти не видно. Удивление тяжелое. Хоть виду не скажет. Носить такую нелегко. 110 кг весит. Нехило такая фигня. А что машина-то ползает? Не надо ползти. Что, пустыница-магия генерирует предметы, что ли? Про это речь? Понятно, что физика не самая сильная часть. Но как-то странно. Д-503 выполнил свою задачу. А что сейчас так плющит? Впрочем, он не понял, что уже столкнулся со своей первой аномалией. Катушка, да? Тест. Начать тест. Выберите три картинки с треугольником. Верно, продолжайте. Выберите три примера с расчетным результатом 5. Вы издеваетесь? А вот это что? Раз. Два. Три. Блин, какая-то жаба меня на 6 секунд опередила. На сегодня работа закончена. Система рассчитает время контакта. Хорошо. Значит, она по одному дню рассчитывает. А кормить меня не будут, да? Ну ладно. Той ночью. Той ночью D-503 наблюдает странные колебания физиологических показателей. Вот здесь анализ говорит нам, что он D-535. Что-таки шумный D. Дальше. Одна, к сожалению, мы не можем, значит, в нем пристинность или нечем. А это я его сон вижу. Дальше. Я так понимаю, это игра такая интерактивное кино. Дальше. Будут телефонные, что ли? Ну ладно. Обзор и анализ. На восьмом день произошел важный поворотный момент. SCP-7457 начала влиять на D-503. Есть вопросы или продолжим? Здравствуйте, доктор Хэм. Я Спенсер Джонс и заделал специальных операций зоны 21. Здравствуйте, Спенсер. Все еще не понятно, зачем D-503 собирал весь этот хлам. Если вы хотели отследить реакцию его психики на SCP-7457, почему просто не оставили его в пустыне? Зачем давать ему такие задания, когда психологические экспертизы уже идут? Наши анализы показали, что SCP-7457 производит новый мусор каждые 8 минут 37 секунд. Без регулярной уборки весь этот мусор скоро вывалится в наш мир. Однако стоит отметить, что количество здешнего мусора не едет и какое странное истинное, что производят люди. Тем не менее, в будущем это может быть серьезной проблемой. Поручая эти задачи D-503, мы можем одновременно следить за его реакциями и утилизировать мусор. Есть еще одна причина, но мы дойдем на нее больше. Думаете, фонд преувеличивает масштабы незначительных проблем и даже разобраться с ней до конца? Тогда я должен подчеркнуть, что за нами стоит широкая общественность, которая совершенно ничего об этом не знает. Для фонда SCP крайне важно серьезное отношение внимания к любым мелочам. Любая положительная недооценка противника может привести к катастрофе. Спасибо, доктор Хэм. Я поняла. Отлично. Продолжим. Результаты влияния SCP-7457 на D-503 стали наиболее очевидны на 15-день эксперимента. Из-за погодных условий мы смогли отследить его передвижение только после восстановления данных с радара. Это был определенно плохой день, возможно, худший. Даже для приговоренного к смертной казни. Д-503 нашел радар. Очень похоже на его собственную. Образец на нем второй мировой. С кучей потертости на экране рукоятки. Приемник в уличной работе. Похоже валяется после него уже давно. Однако D-503 похоже не придал этому особого значения. удачи. Угу. Угу. Ну и вот штуку создала, я видел. Там щупальца втянулись. Тут ушки и щупальца Угу, кокон А, то же самое, все написано Как он выгружает, мне интересно Да? Старые покрышки? Откуда узелись старые покрышки? Оно, видимо, я раньше нашел D-503 постоянно донимали стойкие негативные реакции организма Ему все же удалось завершить работу на 15-й день Но затем произошел один инцидент Песчаная буря D-503 долго брел сквозь бурю, но никак не мог найти дорогу назад У меня уже машина есть А, видимо машину не отдают после утилизации У меня была мысль по кабелю идти А кабелей тут много? Убежали Благо выносливости нету Чего долго идти Буря какая-то больше на снег похожа У вас она, кстати, будет более темной Более оранжевая И где тут темнете? У меня прямо она желтенькая такая Ну такая с оранжевым краям Ну такая с оранжевым краям А у меня ноги есть, например? Нет, не всегда Да, в таких играх бывает, забывают Чего верещит, блин, не пугайте Какая сила D-503 ближе на исходе он нашел Бегать не могу Я бы уже сбежал на его месте Собежать не буду Снова будка на краже А я могу ходить Тут тоже Написано ложь Уфига себе разными терними которые записали Проверить Проверить Какая-то труба уходит в ней организмы Да и там кабели Телефонная будка Я правильно развидел Телефонная будка Вы когда-нибудь слышали? У себя в голове незнакомый голос Примерно через 13 часов явно дрожащий D-503 вернулся в зону 08 Мы немедленно провели психологическую экспертизу Проверить Ценив все круги одной линии, заходя на время, а в этом линия должна прерываться. Теперь у D-503 можно будет сделать значительные колебания физиологических показателей. Время им тяжело успевать прочитать, конечно. Тест не пройден. Результат психологической экспертизы был настолько тревожен, что нам пришлось прорвать миссию. А за экраном дырка. Блин, я правильно его видел. D-503 удалось выразиться в контроле фонда. А че же вдруг тут оставили? D-503 видел результат тестов сотрудников уровня D, которых проверяли в SCP-74-57. Верно. Никто из сотрудников уровня D не смог покинуть пустыню SCP-74-57. Верно. Верно. Без защитного костюма. Ну поехали. Я правда не знаю куда. Вперед. Дальше. 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 Какие-то хрень торчат. Машина валяется и какой-то город Д-503 услышал зов Ты часто веришь, что судьба находится в их руках Что все решения принимают по собственной воле Они не понимают, что люди, точнее, большая часть этого мира Может подняться, наверное, да Попереди неизведанного мы всего лишь песчинка в бескрайней пустыне Блин, я не вижу как подняться Есть мысль, что никак, ладно И будка стоит на этой воронке, да Ой, там еще не так просто А что это такое ходит? Трубки качаются телефонные Шесть телефонов Уже провода опутали Короче, все, я стал рулоном кабеля Вот куда инстинкты привели Д-503 Управлений нет? В кабель превратился И следующий его соберет, да? Нормально 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 Солнечный Обзор и анализ Через 48 дней, учаясь экспериментом D722, обнаружил радар, принадлежавший D-503 Радар находился в 31 миле от завода, по первой водке от стола Все данные мы получили с этого радара А, то есть он писал все Люди, входящие из SCP-74-57 в ростовом периоде испытывают психологический стресс в различной степени и тяжести Он проявляется в виде ряда неврологических и психических расстройств, а также тяжелых и необъяснимых алюцинаций На данный момент еще не один участник вернулся с пустынями без серьезных последствий Фонд проверил 31 сотрудника уровня D на территории площадью в 2267 квадратных милях Она бесконечна, что ли, от пустыни? Наш эксперимент продолжается Работая в фонде, вы столкнётесь с различными аномалиями Одни могут вас убить, другие с ума, а третьи заставят пожалеть о том, что вы не сможете О том, что вы выжили Скажу прямо, SCP-74-57 и лишь один из примеров того, с чем вам придется столкнуться в будущем До прихода в фонд, все вы были лидерами в своих областях и отраслях Ученые, спецназ, агенты ФБРа, эксперты по национальной безопасности Я степи не волнуют, насколько вы умны или успешны Их не интересует, сколько у вас званий или ученых степеней Но, по сравнению с этими аномалиями, вы всего лишь жалкие букашки Помните об этом, это самый важный совет из тех, что я могу вам дать На самом деле, интересная работа Не рискуйте, иначе умрете Главное, чтобы не быть агентами категории D Вы не такие особенно, какими вы сейчас считаете Если столкнетесь с аномалией, обойте гордость и любопытство Бегите Потому что это единственное, что вы можете сделать Господь вам здесь не поможет Добро пожаловать в фонд, новички Я доктор Рэмонд Хэм, и на этом первая лекция нашей программы для научных сотрудников окончим Обучающий курс завершён, пожалуйста, добавьте свой комментарий Ааа, о как Ладно Грамотно организован Электропрофессионально Качество здесь было высоким Обучение пошло вовремя Это помогло мне понять, что если не буду соблюдать правила Мне могут вкладывать амнезиак отправить домой, как Джонатана Благодарим Желаем успехов Давайте я на этом тогда остановлюсь Я к друзьям туда не полезу, потому что там чат будет трендить Как будет тут хорошее место, чтобы остановиться Кстати Тут идут Новости идут Вот SCP-191 Принём здесь Протокол сдерживания Слушайте, погодите, мне интересно Я вот это Я гляну ещё одну фиговину SCP-191 Так Экран идёт сюда Ребёнок Киборг Безопасный Занимает комнату Оборудование Безопасный Занимает комнату Оборудование Антибиотиками Обезболивающим Подавать дважды в день Посредством инъекции Металлической трубки В основании шеи Данные Данные Длины Данные Длины Ну тут так Он не описывается SCP-191 Способна Как бы многое закрывается Вот этими квадратиками Цензурой Типа вот Секретно 8% левой половины Черепа было удалено Левого глаз Уступили место Сложные системы Передатчиков Приёмников Способность Внимать и передавать В мозг Не только Увидимый свет и звук Но и более широкий Спектр Электромагнитного Излучения Нижняя челюсть Зуба и горта Не удалены На их место Данные Пищевод Перенаправлен В искусственно сделанное Отверстие В основании шеи И пищевая трубка Я по-моему это читал Когда По SCP лазил Трахея Уведена напрямую Устройство Фильтрации Воздуха В правое предплечье Установлено Устройство Ввода Ввода Заменившие Локтевую И лучевую кости В устройстве Расположены Несколько Современных Устаревших Разъемов В том числе USB Ethernet Файрвайр 1,8 А также Семь Стандартных Интерфейсов В мозг Имплантирован 24 ядерный Процессор Переводящий Сигналы Со всей Искусственной Периферии Мозговые Импульсы Во время Имплантации Были Серьезный Мозжечок И ствол Глазилнового Мозжечка 1 После Ее смерти Возможно Даже Данные Удоверлены Но Скорее всего Применение Как минимум 15 изменений Предназначения которых Неизвестно Была Обнаружена Агентами Фонда Во время Крактосрочной Совместной Операции Неизвестно Было Единственным Подопытным Которое удалось захватить Остальные погибли Во время захвата Либо от руки доктора Либо в ходе огневого контакта Да Интересная штука Ну что ж господа На этом тогда все Жмите Пишите Такая вот странная игра До новых встреч